Слушай, Олег, а как мы тут оказались? Да я не знаю, вроде лайфхаки снимали, как всегда. С самого начала ничего не предвещало беды, и всё начиналось как обычно. Мы снова просмотрели весь тикток, отобрали для вас самые лучшие лайфхаки, и для того, чтобы показать вам первый из них, заехали на рынок за фруктами и ягодами. Кто из нас не любит домашние ягодки летом? Но кроме нас, их обожают ещё и разные червячки, клопы и другие источники бесплатного белка. Лично мне всё равно, с чем есть малину, но если ты переживаешь по этому поводу, используй следующий лайфхак. Для начала пересыпь ягоды в какую-нибудь глубокую тарелку и залей водой. Затем нужно взять соль и добавить небольшую щепотку к ягодам. От солёной воды вся живность, которая сидела внутри, вмиг выпрыгнет наружу. Мы решили проверить ещё и клубнику. И, как оказалось, совсем не зря. Кроме маленьких мурашек и жучков, мы нашли огромного зелёного клопа, который оставался незаметным благодаря своей маскировке под цвет листьев. Как хорошо, что сезон ягод уже подходит к концу и скоро начнётся арбузный. Если ты носишь очки, то за весь период карантина уже успел прочувствовать вечную головную боль из-за запотевания линз, когда ты в маске. Чтобы этого не случалось, достаточно всего лишь перекрутить маску, надевая её на уши. Благодаря этому, тёплый воздух будет выходить не в верхние отверстия, а в боковые. Одна жизненная проблема решена. Ну а звание самого ленивого лайфхака сегодняшнего ролика получает способ сварить макароны и не мыть кастрюлю. Для этого сверху на кастрюлю кладём металлический дуршлаг или сеточку и порцию макарон помещаем непосредственно в него. Готовую вермишель достаточно всего-то поднять и выложить на тарелку. Теперь горячую воду сливаем и оставляем буквально пару сантиметров на дне кастрюли. Внутрь помещаем черпак и выбиваем в него яйцо. Таким образом у нас получится сварить яйцо пашот, которое без этого лайфхака сделать куда труднее. К тому же мыть кастрюлю по-прежнему не придётся. Лентяи точно должны поставить лайк. А теперь доставай с полки коробку от своего телефона. Следующий лайфхак мы проверили только на айфонах, но ты можешь проверить и со своим телефоном. Нам понадобится верхняя часть от коробки, а также темнота. На телефоне запускаем камеру и просто переключаем на фронтальную. Положив телефон экраном вниз, мы можем наблюдать самую настоящую магию. В коробке будто дискотека фиксиков началась. Если сейчас ты думаешь, что это монтаж или на экране запущено что-то другое, то попробуй сам. Так происходит из-за автобаланса белого, который резко меняется и не может определиться, что же ему делать. А теперь мы расскажем вам тайну. Эти обои на айфонах на самом деле никакая не планета. Берём какую-нибудь моющую жидкость с кухни, затем ещё одну из ванной. Весь этот коктейль смешиваем с небольшим количеством воды. А затем какую-нибудь ёмкость смазываем нашим мыльным раствором. Теперь с помощью обычной трубочки мы можем надуть пузырь, который зафиксируется на месте. Осталось только подставить рядом торшер с лампочкой. Пока ничего не заметили? Тогда открываем камеру телефона, приближаем и немного затемняем картинку. И видим какую-то неведомую газовую планету, которая на самом-то деле всего лишь мыльные разводы на пузыре. На пузыре. Которая на самом деле всего лишь мыльные разводы на пузыре. Такие дела. Утром следующего дня нам стало скучно сидеть дома и мы решили отправиться куда-то погулять. Но, как обычно бывает, стал вопрос куда. В тиктоке как раз популярно приложение, которое закидывает тебя в случайную точку на карту. Вернее, как говорит приложение, точки являются скоплением внутренней энергии земли, местами аномалий, войдов и прочей чепухи. Главная особенность, что ты едешь куда-то в абсолютно случайное место и возможно найдешь там что-то интересное. Выбрав свою первую точку на карте, мы отправились на ее поиски. Поскольку радиус точки 5 километров, ехать было совсем недолго. И уже спустя 10 минут мы оказались в каких-то гаражах. Первыми нас тут встретили маленькие милые котята, которые, видимо, только пару недель как появились на свет. Мы решили, что на обратном пути обязательно их покормим. Ну а пока пошли искать нашу точку. Наш путь шел через очень странную локацию. Вокруг была куча заброшенных подвалов и гаражей, а атмосфера вокруг не располагала особой добротой. Но уже через 5 минут мы вышли на открытое пространство и нашли возле нашей точки огромный стадион. Стадион, видимо, принадлежит какому-то учебному заведению рядом, но пока что абсолютно пустой. Ну что ж, нам понравилось, и мы решили ехать дальше. Следующая точка лежала уже где-то за городом. По дороге мы заметили старый заброшенный Зил и решили посмотреть. К сожалению, грузовик был закрыт, поэтому в кабине посидеть не удалось. Наш путь лежал через лесную грунтовую дорожку, по которой в конце концов мы уперлись в шлагбаум. Сама же точка лежала где-то в глубине леса, и в этот раз нам не особо повезло. Мы нашли здесь лишь старый пенёк и потревожили мурашек, которые в нём живут. Но поблизости на карте мы увидели озеро, и решили, что раз уже приехали, пройдёмся и к нему. И если на предыдущей локации мы встретили котиков, то встретить в лесу подписчика я никак не ожидал. После недолгого маршрута мы всё-таки вышли к озеру, но оно было совсем не оккультуренное и абсолютно дикое. Всё озеро было покрыто ряской, а выходов к нему практически не было видно за деревьями вокруг. Делайте ваши ставки, кого же ещё мы встретим в этом видео. Мы решили не идти назад, а обойти озеро вокруг, и попали на очень интересное место. Здесь когда-то текла река, но потом от неё остались только опасные зубучие пески, в которых уже начали расти деревья. Кроссовкам не сильно понравилось это место. К тому же, в некоторых точках снизу была прям вода, и ходить здесь довольно опасно. Здесь мы нашли ещё и заросли камыша. Мы решили взять парочку с собой, введён нам ещё пригодится. Фух, специально такие места никогда не найдёшь. Мы уже увидели столько интересного, что не ожидали от следующей точки вообще ничего. Но она привела нас к какому-то большому бетонному сооружению прямо посреди болот. Мы нашли информацию о том, что это когда-то были секретные туннели советского правительства. Тропинка была всего одна, и мы решили, что она нас и выведет куда нужно. Но спустя пару метров, тропинка вывела нас только к болоту. Пробираясь через кусты, мы всё-таки выбрались к основанию сталинского метро. Сложно поверить, что когда-то это было секретное сооружение Сталина. Я решил подняться повыше, чтобы хорошенько всё рассмотреть. Сверху открывается вид прямо в огромный бетонный туннель с темнотой и пустотой в том конце. Кажется, что вот-вот оттуда выбежит какой-то монстр и на огромной скорости нас снесёт. Монстры, кстати, в округе были, летали целыми табунами и иногда присаживались, чтобы нас укусить. Поскольку никаких средств от комаров у нас не было, мы решили осмотреться вокруг. Комаров отпугивает любые пряные растения, в том числе и хвойные. Но в нашем случае мы нашли мяту, которая тоже отлично справится с защитой от насекомых. Нам настолько понравилось, что несмотря на то, что следующая точка была на воде, мы решили посмотреть. Комаров у реки было ещё больше, поэтому настало время доставать камыш. Его очень тяжело разжечь, но если всё-таки получится, у вас будет отличный отпугиватель любых насекомых. Камыш тлеет очень долго, на протяжении почти двух часов. А ещё он удобен тем, что его можно как воткнуть в землю, так и взять с собой. Вечером возле речки это было наше единственное спасение. Вот-вот уже стемнеет, поэтому пора бы разложить лодку и отправиться к нашей точке. Сегодняшний день выдался очень насыщенным, поэтому больше мы ничего не ожидали. Очевидно, что точка на воде это, как и остальные, абсолютная случайность. Но благодаря этим случайностям, сегодня мы нашли столько интересных локаций. Лето осталось совсем чуть-чуть, так что вперёд к новым приключениям. 9.30 Слушай, Олег, а как мы тут оказались? Да я не знаю, вроде лайфхаки снимали, как всегда. Mehrу, а как и остальные? 3.30